сказки от деда пантелеймона сказка волшебная буря богатырь иван коровий сын длинная сказка поэтому буду читать ее в трех частях с продолжением часть 1 в некотором царстве в некотором государстве жил-был король со своей королевой имели они детей жили вместе годов до десяти так что король послал по всем царям по всем городам по всем народам кто бы мог полечить чтоб королева забеременела съехались князья бояры богатые купцы и крестьяне король накормил их досыта напоел всех допьяна и начал выспрашивать никто не знает не ведает никто не берется сказать от чего б королева могла плод понести только взялся крестьянский сын король вынимает и дает ему полную горсть червонцев и назначает сроку три дня ну крестьянский сын взяться взялся а что сказать того ему и во сне не снилось вышел он из города и задумался крепко попадается ему навстречу старушка скажи мне крестьянский сын о чем задумался он ей отвечает молчи старая хрючевка не досаждай мне вот она вперед забежала и говорит скажи мне думу свою крепкую я человек старый все знаю он подумал подумал за что я ее избранил может быть что и знает да вот бабушка взялся я королю сказать от чего бы королева плод понесла да сам и не знаю тот а я знаю поди к королю и скажи чтоб связали три не водошелковые которое море под окошком в нем есть щука златокрылая против самого дворца завсегда гуляет когда поймает ее король да изготовит а королева покушает тогда и понесет детище крестьянский сын сам поехал ловить на море закинул три не водошелковые щука вскочила и порвала все три не вода в другой раз кинул тоже порвала крестьянский сын снял себя пояс из шеи шелковый платочек завязал три не вода закинул в третий раз и поймал щуку златокрылую несказанно обрадовался взял и понес королю король приказал эту щуку вымыть вычистить и жарить и подать королеве повара щуку чистили до мыли помоя за окошко лили пришла корова и выпила как скоро повара щуку изжарили прибежала девка чернавка положила ее на блюдо понесла королеве до дорогой оторвала крылышко и попробовала все три понесли в один день в один час корова девка чернавка и королева да скоро сказка сказывается не скоро дело делается через несколько времени приходится скотного двора скотница докладывает королю что корова родила человека король весьма удивился не успел он принять эти речи как бегут сказать ему что девка чернавка родила мальчика точь-в-точь как коровий сын а вслед за тем приходят докладывать что и королева родила сына точь-в-точь как коровий голос в голос волос в волос чудные уродились мальчики кто растет по часам а они растут по часам кто в год они в час таковы кто в три года они в три часа стали они на возрасте заслышали в себе силу могучую богатырскую приходят к отцу королю и просится в город погулять людей посмотреть себя показать он им позволил наказал гулять тихо и смирно и дал денег столько сколько взять смогли пошли добрые молодцы один назывался иван царевич другой иван девкин сын а третий буря богатырь иван коровий сын ходили ходили ничего не купили вот иван царевич завидел стеклянные шарики и говорит братьям давайте братцы купим по шарику достанем вверх бросать кто бросит выше тот у нас будет старший братья согласились кинули жребий кому бросать вперед вышло ивану царевичу он кинул высоко а из виду пропал а иван девкин сын еще выше а буря богатырь коровий сын так закинул что и не видно его и говорит но теперь я над вами старший иван царевич рассердился как так коровий сын а хочешь быть отставшим на то буря богатырь ему отвечал видно так богу угодно чтоб вы меня слушались пошли они путем дорогою приходят к черному морю в море клохчит гад иван царевич говорит давайте братцы кто этот гад умеет тот из нас будет большой братья согласились буря богатырь говорит унимай ты иван царевич уймешь будешь над нами старший он начал кричать унимать гад пуще разозлился потом начал унимать иван девкин сын тоже ничего не сделал а буря богатырь закричал да свою тросточку в воду бросил гаду как не бывало и опять говорит я над вами старший иван царевич рассердился не хотим быть меньшими братьями но так оставайтесь сами по себе сказал буря богатырь и воротился в свое отечество а те два брата пошли куда глаза глядят король узнал что буря богатырь один пришел и приказал посадить его в крепость не дают ему не пить не есть трое суток богатырь застучал кулаком в каменную стену закричал богатырским голосом доложите ко своему королю а моему названному отцу за что про что он меня не кормит мне ваши стены не стены и решетки не решетки захочу все кулаком расшиву тотчас докладывать все это королю король приходит к нему сам и говорит что ты буря богатырь похваляешься названный мой батюшка за что про что ты меня не кормишь трое суток голодной смертью моришь я не знаю за собой никакой вины а куда ты девал моих сыновей своих братьев буря богатырь король и сын рассказал ему как и что было братья живы здоровы ничем не вредимы а пошли куда глаза глядят король спрашивает а чего же ты с ними не пошел от того что ивану царевичу хочется быть старшим а по жребию мне достается ну хорошо я пошлю воротить их буря богатыр говорит никто окромя меня не догонит их они пошли в такие места в змеиные края где выезжают из черного моря три змея шести девяти и двенадцати главы король начал его просить буря богатырь коровий сын собрался во путь водороженьку взял палец боевую и меч кладенец и пошел скоро сказка сказывается да не скоро дело делается шел шел и догнал братьев близ черного моря у калиного моста у того моста столб стоит на столбе написано что тут выезжают три змея здравствуйте братцы они ему обрадовались и отвечает здравствуй буря богатырь наш старший брат что видно невкусно вам что на столбе написано осмотрелся кругом около моста избушка на курьих ножках на петуховой головке к лесу передом а к ним задом буря богатырь закричал избушка избушка устойся да улякся к лесу задом а к нам передом избушка перевернулась взошли в нее а там стол накрыт на столе всего много и кушаньев и напитков разных в углу стоит кровать тисовая на ней лежит перина пуховая буря богатырь говорит вот братцы если б не я вам бы ничего этого и не было сели пообедали потом легли отдохнуть вставший буря богатырь сказывает ну братцы сегодняшнюю ночь будет выезжать змей шестиглавый давайте кидать жребий кому караулить кинули досталось ивану девки на сыну буря богатырь ему и говорит смотри выскочит из моря кувшинчик и станет перед тобою плясать ты на него не гляди а возьми наплюй на него да и разбей девкин сын как пришел так и уснул а буря богатырь зная что его братья люди ненадежные сам пошел ходит по мосту да тросточкой постукивает вдруг выскочил перед ним кувшинчик так и пляшет так и пляшет буря богатырь наплевал на харкал на него и разбил на мелкие части тут утка крякнула берега звякнули море взболталась море всколыхалась лезет чудо-юдо масальская губа змей шестиглавый свистнул гаркнул молодецким посвистом богатырским покриком сивка бурка вещая каурка стань передо мной как лист перед травой конь бежит только земля дрожит из-под ног из копыть по сенной копне летит из ушей и ноздрей дым валит чудо-юдо сел на него и поехал на калиновый мост конь под ним спотыкается что ты воронье мясо спотыкаешься друга слышишь алине друга отвечает добрый конь есть нам недруг буря богатырь коровий сын врешь воронье мясо его костей сюда ворона в пузыре не занашивала не только ему самому быть ах ты чудо-юдо отозвался буря богатырь коровий сын ворона костей моих не занашивала я сам здесь погуливаю змей его спрашивает зачем ты приехал сватать моих сестер али дочерей нет брат в поле съезжаться родной не считаться давай воевать буря богатырь разошелся боевой палец и размахнулся три головы ему снес в другой раз остальные снес взял туловище рассек да и в море бросил головы под калиновый мост спрятал а коня привязал к ногам девки на сыну меч кладенец положил ему в головы сам пошел в избушку и лег спать как ни в чем не бывало иван девкин сын проснулся увидел коня и очень обрадовался сел на него поехал к избушке и кричит вот буря богатырь не велел мне смотреть на кувшинчик а я посмотрел так господь и коня мне дал тот отвечает тебе дал а нам еще посулил вот часть первую и закончим восемь в в в Продолжение следует...